Они и раньше пытали людей, использовали в давлении и насилии женщин, но теперь это делают открыто, показывают, что они выше закона. Да, конечно, не виновата. Когда братьев ее муж судил, она как бы не знала, да? А с каких пор знание, что кто-то судит, допустим, братьев, даже с твоей точки зрения будем говорить, представим, что там все уже, положение того понятно, оно плохое, и возьмем его семью. Она несет как-то ответственность. Если ты мусульманин, то я. Еще раз, люди, я прошу, я вижу здесь в чате вопросы по поводу записей из семейного чата Янгулбаевых. Это мы даже не будем это сейчас обсуждать. Сегодня в заложниках у кадыровцев находится их мать, женщина, не причастная ни к каким историям, не несущая никакой ответственности, ни за действия мужа, ни за действия своих сыновей. Она находится сейчас в заложниках. И когда она находится в заложниках, и весь вот этот, вся мощь этого кадыровского режима, она сегодня направлена против этой семьи, против этой женщины, в данное время конкретно против нее, что говорить о чем-либо другом, это было бы просто неправильно. Это мы как будто бы встаем здесь на одну сторону с этими преступниками. Поэтому давайте все вопросы по поводу чата, каких-то разговоров, оставим эти темы. Я прошу не писать об этом ничего в чате. Судья Янгулбаев говорит, что за свою жизнь не посадил ни одного человека, но многие излорадствуют его конфликту с властями. Что думаешь по этому поводу? Ну я вот сейчас, по-моему, озвучил свое мнение. Деятельность Янгулбаева, его нынешнее положение с точки зрения ислама, деятельность их детей, их какие-то высказывания и все прочее, мы не должны это сейчас обсуждать, особенно публично. Это просто вредно сейчас делать такие вещи. Женщина, которая находится в заложниках, она абсолютно не виновна ни в чем. И сейчас первостепенная задача является ее освобождение. У Авова Края Янгулбаева пропала страница в Инстаграм. Он ее не удалял. Взамен появились фейки. Не подписывайтесь и не пишите на фейковые страницы под именем Авова Края в Инстаграме. Очень интересно, куда эта его страница пропала. Да, действительно, я не вижу его страницу. Ты очень правильный парень. Я очень переживал, что ты как-то поведешься на слив семейного чата. Ты еще раз доказал, что ты достойный человек. Я не настолько идиот, чтобы вестись на такие вещи. Умею расставлять приоритеты, хвала Аллаху, и умею отдавать предпочтение общей пользе над частной. Поэтому это вопрос, в котором сейчас есть общая польза, которую можно потерять, погнавшись за какой-то частной. И давайте будем придерживаться стратегии получения общей пользы, а не частной. Да, конечно, не виновата. Когда братьев ее муж судил, она как бы не знала. А с каких пор знание, что кто-то судит, допустим, братьев, давай даже с твоей точки зрения будем говорить, представим, что там все уже, положение того понятно, оно плохое, и возьмем его семью, она несет как-то ответственность. Если ты мусульманин, я не сомневаюсь в том, что ты мусульманин, ты должен на это смотреть с точки зрения ислама. У тебя нет как бы другого права. Ты не имеешь права на это смотреть ни с какой другой стороны, если ты мусульманин. Посмотри на это с точки зрения ислама. Понесет ли она какую-либо ответственность за действия этого своего мужа, допустим, неправильные действия своего мужа? Понесет ли она за это ответственность перед Аллахом? Если ты скажешь, если на этот вопрос ответишь «да, понесёт», тогда тебе следующий вопрос, а какую ответственность она понесёт? Что именно ей будет предъявлено и какое будет за это наказание? Когда ты ответишь на этот вопрос, это риторически, мне не нужно, чтобы ты на него отвечал. Когда ты ответишь на этот вопрос, ты сам поймёшь неправильность твоих высказываний. Даже если кто-то и несёт ответственность за действия другого человека, но он не несёт её в такой форме, она не должна сегодня сидеть в заключении у Кадыровых, не должна она, понимаешь? Какая это символическая ответственность, если она должна, как ты говоришь, извиниться за то, что она, ну допустим, я говорю, если с твоей точки зрения она должна покаяться, например, за то, что она там жила с ним, когда он, как ты говоришь, судил там братьев, то это вот та ответственность, которую она должна нести, извинения, или покаяния перед Аллахом, но не плен у кадыровцев для того, чтобы через неё давить на целую семью. Справедливо, друзья, нужно ко всему этому подходить. Ас-саляму алейкум, Тумса, что ты скажешь про высказывание Ингул-Баев, про тебя, алейкум ас-салям, я это уже прокомментировал, ничего говорить об этом и как-то это комментировать я не буду, во всяком случае не сейчас, сейчас не время. Тумса, скажи, как ты думаешь, может ли Кремль убрать Кадырова и его окружение путём спецоперации и тогда, когда это будет нужно, ты не думал об этом, когда это будет нужно, убрать Кадырова для Кремля проблем не составит. Если вот как сейчас будет сохраняться, имеется в виду положение, то вот в нынешнем положении, например, завтра нужно снять Кадырова, проблема это для Кремля нет, вообще не проблема. Они его отца как бы отправили на тот свет, они его в лёгкую оттуда, если надо, на тот свет отправят почётно при этом. Если надо, загрузят в вертолёт, отвезут в Лефортово. Сегодня это не проблема, что будет завтра, я не знаю, завтра положение в целом в России может измениться, власть может ослабнуть, не знаю, что будет завтра, в общем, мы не знаем. Сегодня это не проблема, это факт. Министр испорченного воздуха, ты достоин этой профессии. Я надеюсь, ты это не мне говоришь, а министру информации и печати Кадыровскому. Забавно, когда власти Чечни обвиняют судью Янголбаева за подпись Путина в его удостоверении, значит, они видят в своей связи с Кремлем что-то позорное. Саламу алейкум, субханаллах, каким же нужно быть трусом, конченным, самым последним человеком на свете, чтобы трогать невинную женщину. Они и раньше пытали людей, использовали в давлении и насилии женщин, но теперь это делают открыто, показывают, что они выше закона. Да, сейчас это просто не скрывается. Раньше они делали вид, что они такие прям защитники чеченских женщин, чеченских традиций, устоев, зудри, они там пускали слезы в прямом эфире, говоря про честь чеченской женщины. А сейчас все уже, все маски сброшены, теперь без проблем могут похищать родственников со стороны жены. Мои родственники со стороны жены по сегодняшний день удерживаются в республике, в заложниках. Это просто такой нонсенс был, я поражаюсь. Я уже молчу там про родственников со стороны матери, что тоже является просто недопустимым в нашем обществе. Буквально вчера мы не могли себе это представить, что будут возлагать ответственность на родственников по линии матери. Мы не могли себе это представить. А сегодня мы уже видим возлагание ответственности на родственников, причем женщин, родственниц твоей жены. Это просто поразительно. Как помните в этом собачьем сердце этот говорил профессор Преображенский? Поразительно. Это поразительно. Субтитры создавал DimaTorzok